уважаемые коллеги здравствуйте еще раз да я хотел бы рассказать сегодня про инклюзивизм концепцию инклюзивизма у пауля хакера для начала несколько слов о самом пауле хакере пауль хакер это немецкие религиоветы исследователи индийской философии на самом деле достаточно разносторонний ученый первую свою диссертацию защитил по творчеству тургенева вторую по адвайта веданте вот преподавал в нескольких немецких университетах такие наверное самые яркие его достижения обозначу 21 это разработка метода атрибуции текстов на основании частотного использования терминов автором то что после него широко стал использоваться в эндологии вторая вещь собственно тема моего доклада концепция индуистского инклюзивизма вообще инклюзивизм это термин который ну как мне кажется может быть не те книги в руки попадаются термин который сравнительно редко используется в религиоведении мне кажется даже немножко так на удивление вот потому что как представляется это достаточно полезный термин в каком смысле он даже не совсем устоявшийся в русском языке потому что иногда даже встречается вариант инклюзивизма инклюзивизм собственно что такое инклюзивизм вестминстерский словарь по теологии дает нам такое определение инклюзивизм это такое понимание взаимоотношений между религиями которые предполагают что в то время как некий набор верования обладает исключительно и полной истинностью некий другой отличный от первого может содержать себе частичную истинность то есть примерно понятно у нас когда есть некий некая вера некая религиозная традиция некий свод убеждений религиозных верований которые мы почитаем за истинный из этого не следует что истинно присутствует только здесь да то есть могут существовать какие-то другие опять наборы верований как описывает хакер в которых может присутствовать некая частичная истинность собственно чего начинает разговор об инклюзивизме пауль хакер инклюзивизм это не толерантность буквально одна из первых вещей о которых он пишет свои статьи которая так называется инклюзивизм потому что на самом деле действительно можно говорить о некой традиции понимания инклюзивизма как толерантности как некой терпимости к альтернативные точки зрения откуда эта традиция ну в общем в европе наверное понятно откуда для западного исследователя для западного читателя здесь можно вспомнить например триадологические споры первых веков подобосущники единосущники формулы наподобие единая природа бога слово воплощенная множество других споров в четвертом веке после первого вселенского собора и не только и для нас это в общем то привычная форма религиозного мышления как мы мыслим это собственно не инклюзивизм да когда есть несколько точек зрения на некие религиозные истины на некие религиозные есть некие религиозные ублюдения которые различаются и при этом различие между ними мы воспринимаем как нечто чрезвычайно важное вот и мы в этом смысле это не инклюзивизм это собственно то что называется словом эксклюзивизм когда мы отказываемся от вот этой вот идеи частичного присутствия истины в неком альтернативном учении ну и в каком смысле там можно сделать вывод что раз инклюзивизм это не эксклюзивизм вот другая противоположность противоположность эксклюзивизму это собственно толерантность вот но как пишет пауль хакер применительно к индийской философии man eigentlich von toleranz even so wenig reden kann wie von intoleranz применительно к индийской философии когда мы говорим что и вот есть такая черта как толерантность которая она же инклюзивизм вроде бы на самом деле нет говоря об инклюзивизме мы можем связывать и инклюзивизм стиляю с толерантностью примерно в той же мере в которой можем связывать с интолерантностью, нетолерантностью. И дальше, да, Пауль Хакер пишет, что инклюзивизм — это общая черта индийского мышления вообще, да, то есть это такая индийская тэнк-форм. Статья немножко автобиографичная, и Хакер пишет, что еще на сравнительно раннем этапе своих исследований он заметил, что в индуистских космогонических текстах он встречает теистические, то есть персоналистические отрывки с одной стороны, с другой стороны механистические, имперсоналистические, и кажется, что они друг другу строго противоречат. Для нас это также, например, как мы это можем понять, собственно, он здесь рассуждает довольно понятным для европейцев образом, это как у нас, например, представление о космогонии не только в рамках неоплатонизма и в рамках христианства, то есть в неоплатонизме есть единое, да, безличное, некий безличный принцип, из которого происходят эманации, и низшее бытие эманирует из высшего. Ну, а в рамках христианства мы говорим о сотворенности мира, ну и, соответственно, чем христианинство может не устраивать неоплатонизм, в рамках неоплатонизма неоплатонизма совершенно невозможно сделать разделение между рождением сына от отца и между эманацией, да, для классического христианства эта разница принципиальна. В рамках представления об эманации провести грань между одним и другим трудно. Инклюзивизм — это, в первую очередь, метод спора. Это такой метод полемики, при котором напрямую не оспаривается чужое мировоззрение, а вместо этого принимается некая фундаментальная идея, стоящая за рассуждениями оппонента, но при этом спорящий встраивает эту идею в свое мировоззрение. И, как пишет хакер, этот метод полемики коренным образом отличается от более позднего формально логического ведения спора. Да, он настаивает на том, что это исторически это более поздний способ ведения спора. Когда мы строго противопоставляем одному тезису другой. И прав только кто-то один. По-другому быть не может. Причем сами индийцы, судя по всему, над этим не рефлексировали, у них не было специального термина, который бы обозначал такой метод ведения спора, как, например, маевтика для нас. Опять же, хакер пишет, что это некая естественная индиша дэнк форм. Соответственно, у нас в нашей культуре в европейских языках тоже нет эквивалента, которым можно было бы эту практику обозначить. То есть, конечно, есть сам термин инклюзивизм, но, во-первых, все-таки инклюзивизм бывает разный, не только такой, о котором пишет Пауль Хакер. Во-вторых, сам термин все-таки относительно современный. Ну и, собственно, да, как это описывает хакер, как инклюзивизм проявляется, собственно, в контексте споров о космогонии. В первую очередь, когда речь заходит о неком первоначале, и один из собеседников чувствует, что вот это вот свойство, оно на самом деле больше соответствует другому первоначалу, ну, значит, про него и речь на самом деле. Ну, то есть, например, кто-то рассуждает про Джапати и говорит, что он породил мир, но я же знаю, меня учили иначе, я же знаю, что мир был сотворен из тела Пуруши, меня так учили. Ну, понятно, значит, речь идет о Пуруши, просто говорящий так выражает свою мысль. И, собственно, еще он это иллюстрирует на примере знаменитого Тат-Твам-Аси из Упанишад, неизвестные фразы «Ты есть то». И в Шандоге Упанишаде среди прочих понятий, очень важные понятия сати — истина, правдивость и атман — самость. Но конкретно там, где мы встречаем вот в отрывке Тат-Твам-Аси, для автора ключевое понятие сад — существующий, сый, сущая. И дальше хакер предлагает нам вообразить разговор того, кто исходит в своих рассуждениях из этого самого сад, с тем, кто считает правдивость благороднейшей метафизической силой, а также с тем, кто рассуждает об Атмане и о самости как о самом главном человеке. Предположение, по мнению хакера, следующее. Автор скажет, когда вот вы говорите об истине, о правдивости, о самости, на самом деле я это все и так подразумеваю и как бы держу в голове, когда говорю о сад, то, что вы говорите, правильно. Я с этим не спорю, я этого не оспариваю. Я не разубеждаю вас, но задумайтесь, то, о чем вы говорите, уже включено в понятие сад, в понятие сущего, в то, о чем я только что говорил и, возможно, буду говорить дальше. Здесь, мне кажется, уместно вспомнить отрывок Пелевинский, один из диалогов у Пелевина, вот я за вашего позволения зачитаю. «Все в руках Аллаха», ответила девушка. «Позвольте, вдруг повернулся к ней молодой человек с широкими зрачками, мирно глядевший до этого в огромный хрустальный шар. Как это все? О сознании Будды? Руки Аллаха ведь есть только в сознании Будды. С этим вы не станете спорить?» Девушка за прилавком вежливо улыбнулась. «Конечно нет», сказала она. «Руки Аллаха есть только в сознании Будды. Но вся фишка в том, что сознание Будды все равно находится в руках Аллаха». Понятно, что Пелевин здесь пытается достичь некого комического эффекта, но комичность здесь возникает для нас, для европейских читателей. А как пишет хакер, в рамках индийской культуры в принципе такой метод введения спора это норма. Это так обычно и делается. Потому что, как пишет хакер, это одна из ключевых черт индийской культуры спора вообще. И, соответственно, наоборот, есть известный анекдот про человека, который собрался свести счеты с жизнью, прыгнуть с моста, и в этот момент по мосту идет другой человек, видит первого и хочет его остановить от самоубийства. Вот. И говорит ему, что «слушай, стой, зачем? Жизнь прекрасна, почему, что такое? Нет, там все, я решил, что все». Ну смотри, вот ты веришь в Бога, да, и я верю, а ты христианин или иудей? Я христианин, и я христианин, а ты католик или протестант? Протестант. И я протестант. А ты англиканин или баптист? Баптист. И я баптист. И вот так продолжается какое-то время этот диалог, и постоянно происходят вот эти вот, грубо говоря, попадания, да, то есть постоянно оказывается, и я тоже, и я тоже, и я тоже. Вот. Но в какой-то момент происходит расхождение, да, все-таки нет. Что-то там, я баптист такого-то года согласия, а я такого-то года согласия, и, значит, второй, первого, со словами, умри, проклятый еретик, сталкивается мостом. Ну, понятно, это такой анекдот грубоватый, вот, про христианские деноминации, про их множественность. Здесь есть, понятно, определенные утрирования, но вот это как раз яркий пример эксклюзивизма, да, когда наоборот, как это было по-другому. И это то, что, конечно, гораздо больше характерно для западного мышления. Пример самый такой популярный из Филиоква. Дух исходит от отца и сына или только от отца? Непорочное зачатие. Только Христос был непорочный зачат, или Христос и Богородица. Это тоже достаточно серьезная догматическая расхождение. Опять же, в рамках нашего христианского европейского мышления. Но споре об этих вопросах понимаем друг друга лучше, чем споре о догматике. Они как бы остаются в рамках одной парадигмы. У Честной есть художественная книга, которая называется «Варый крест». В протяжении всей книги двое главных героев пытаются устроить дуэль, потому что один из них атеист, и он там оскорбил как-то очень серьезную богородицу, а второй верующий. И на протяжении всей книги они пытаются устроить дуэль, и им все время почему-то это не удается. Какие-то обстоятельства возникают, из-за которых этого не происходит. И в какой-то момент они даже сталкиваются с определенным непониманием, как бы о чем спор. Ну, ты верующий, ты неверующий, можно жить в мире, вообще речь. И в каком-то смысле эти два человека, которые собрались друг друга убить, выяснить отношения за счет того, что кто-то убьет другого, в каком-то смысле они друг друга гораздо лучше понимают, придерживаясь разных взглядов, чем кто не понимает вообще о чем здесь разговор, в чем конфликт, зачем его объяснять таким образом. Вот это то, что по хакеру крайне не характерно для индуизма. То есть какой-нибудь там спор о двух волях во Христе, монофилитство и так далее, это то, что даже не сам спор, а то, как этот спор проводился и с какими последствиями для участников этого спора, вот это то, что по мнению хакера представить себя в рамках индуизма сложно. В Хагавадгите Кришна говорит, что бывает так, что люди, влекомые какими-то желаниями, начинают почитать иных ложных богов. Но когда кто-то благочестиво почитает некое божество и делает это с верой, с Шаратхой, с верой и с уверенностью в то, что ритуал сам по себе, будучи правильно выполненным, он достигнет своей цели, Кришна устраивает все так, что Шаратха оказывается обращенный к нему, к Кришне. Вот, еще несколько классических примеров приводит Пауль Хагавадгит. А дальше он также иллюстрирует свою мысль неоиндуизмом и на примере Виви Кананды. Это уже почти современность. Виви Кананда, кроме всего прочего, стремилась к тому, чтобы, как пишет хакер, вывести последователей индуизма из некого ощущения собственной неполноценности, чтобы дать им возможность снова гордиться своей религией. Но своей религии это какое? Это понятно, что Адвайта веданты, коммунистическим ведантизмом. И речь шла, естественно, также и про празелитизм, про распространение своей веры. И проповедники, которые посылались в другие страны, должны были проповедовать то, что все религии едины. Но свое единение они находят, конечно же, Адвайта веданти, никак иначе. То есть, эти проповедники учили о том, что не надо отказываться от своих религий, если ты веришь во Христа, веря во Христа, не собираемся оспаривать евангельские сюжеты, мы не собираемся оспаривать твою веру. Но все, о чем ты говоришь, все, о чем ты читал в Дом Завете, содержит некую истину, но это истина частично. То есть, для достижения полной этого недостаточно. Опять же, при этом не принуждаю вас отказываться от своих верований. Да, а еще он пишет о том, что здесь было некое такое политическое, стратегическое значение инклюзивизма. То есть, это определенный, связанный с мимикрией, метод продвижения своей веры на, ну, скажем так, религиозно неосвоенной территории. То есть, ну, Вивикананда в современности очень часто связывается с Нью Эйдж и с тем, как, то есть, как нам воспринимать соответствующий тип разговора о религии, о вере. В 21 веке, короче говоря, это уже совершенно не в новинку, вот, но в конце 19 века вот этот метод, он позволял распространять альтернативную христианству и исламу и другим традиционным для Европы и Америки религиям веру, потому что, условно говоря, европеец и американец знает, как спорить с тем, кто спорит, а когда с тобой не спорят, вместо этого то, что ты говоришь, встраивают, подчиняя унтерорден часто глагол у Пауля Хакера звучит, подчиняя своему контексту, своему разговору о религии, о вере, об истине, потому что инклюзивист все-таки всегда предполагает вот такое, как бы, подминание под себя истин чужой религии, то есть мы соглашаемся с чужой точкой зрения, но подчиняем ее своей. Можно сказать, что все религии равны, но некоторые религии явные. Буквально в конце статьи он задается вопросом, а нельзя ли говорить об инклюзивизме в контексте христианского восприятия античной традиции, потому что на самом деле, конечно, многие черты, в конечном счете, просто без греческого языка очень трудно представить себе богословие первых веков, без споры о сущности ипостаси, так или иначе постоянно крутились вокруг использования тех или иных именно терминов греческого языка. Вот, и с одной стороны, да, вот, когда я до этой страницы у хакера дошел, первая ассоциация это Благовещенский собор, некоторые другие, где мы в притворе видим кого мы там обычно видим, Платона, Сократа, Вергилия, Фухидиды и кого-то еще я сейчас забыл. И в этом можно увидеть некий тоже такой инклюзивизм. Вот, но хакер пишет, что в целом все-таки для христианства это не характерно, да, то есть, опять же, в некотором смысле не хочется говорить за него самого, вот, но, наверное, можно сказать, что если бы мы в иконостасе, да, или на царских вратах могли бы увидеть икону Сократа, да, тут важный еще момент, что, конечно, Сократа мы можем увидеть в православном храме, но мы не можем увидеть его в православном храме с нимбом вокруг головы, это такая важная черта. Вот, хотя еще один интересный момент, буквально сегодня с утра вспомнил, в Новом Завесе, собственно, в Деяниях есть интересный сюжет, когда апостол Павел приходит проповедовать в Афины, вот, и там натыкается на некий вот алтарь неведомому богу, и замечательную совершенно фразу он произносит, что вот всего-то, которого вы не зная чтите, я проповедую вам. Мне кажется, это как раз, это пауэрхакер об этом ничего не пишет, но, по крайней мере, там, там, где я прочитал тех, в той статье, которую я читал, вот, но мне кажется, это как раз пример некого такого христианского инклюзивизма, другое дело, насколько вот этот, вот этот ход Павла можно считать типичным методом христианского миссионерства. Наверное, в очень, ну, небольшой мере. Наверное, в целом это не характерно. Собственно, это все, что я хотел рассказать о Пауэле Хакере и о его концепции религиозного инклюзивизма. Спасибо большое, Иван Евгеньевич, очень интересный доклад, очень живо, с юмором. Ну, вот, кстати, есть икона, я, правда, не помню, в каком храме, там вроде как со спины Достоевский на коленях перед Божьей Матерью. Где-то я встречала, вот прям он узнаваем, нигде не написано, что это Достоевский. С другой стороны, еще такой момент, вот у нас в последнее время как бы очень часто, то есть очень, вот если посмотреть новомученики, да, их же достаточно как бы много, может быть, это вот как бы идет тоже такая тенденция, что вот мы как бы освещаем. Давайте вопросы, пожалуйста. Может быть, не вопрос, просто уточнение, а есть переводы его на русский язык хакеры? И какой школе, если он богослов, богословского, немецкого богословия, либо философской школе он принадлежит, либо он начинает какую-то свою традицию? Да, Владимир Николаевич, ну, есть ли вообще какие-то тексты его на русском языке? Честно говоря, я затрудняюсь сказать, скорее всего, нету, вот, но я могу ошибаться на самом деле, но что касается инклюзивизма, да, вот, собственно, вот сборник статей, которые мы, с которым мы взялись работать, вот, этих текстов на русском языке нету, ну, сто процентов, почти сто процентов. Собственно, вот этой центральной статьи, которая называется инклюзивизм, на русском языке, ну, если только кто-то параллельно сейчас не делает перевод и не издает, только так. А насчет школы, честно говоря, да, я здесь затрудняюсь ответить. Его, конечно, теоретизирование тесно было связано также с его жизнью, вот, насколько я помню, он из протестантизма перешел в католицизм на определенном этапе своей жизни, вот, но, насколько я знаю, он никакой школе, вот так, конкретно, не примыкал, либо я просто об этом пока не прочитал, опять же, начал заниматься им, надо признать, недавно. просто легче всегда характеризовать, описывать человека, когда его встраиваешь в какой-то более широкий философский контекст или богословский контекст, да, когда есть, ну, предшественники, когда, ну, есть какие-то общие тренды, тенденции, да, и вот как в этих вещах данная фигура, да, данный мыслитель, вот, себя, себя идентифицирует, либо противопоставляет, либо, наоборот, что-то уточняет, это большую проясненность вносит. Мне не нравятся, как бы, многие американские философы, которые всю традицию начинают с себя, да, а когда копнешь, там, в общем-то, ничего нового, они просто на английский переводят все, что они берут с континентальной философии. Ну, это моя позиция, может быть, кто-то из коллег не согласится, вот, поэтому... Меня восхищает объективизм Айн Рент, да. Ну, ладно, вот, поэтому мне интересно, вот именно эта сторона. Да, но тут вопрос, опять же, куда надо пытаться его строить, все-таки в контекст исследования индийской философии или в контекст христианского, да, христианского богословия или христианского религиовидения, вот, потому что он, как я понял, он в определенной мере и там, и там. Ну, вот, Оберхаммер, это тоже пытается сделать. Ну, да. Так, у меня есть комментарии, да? Спасибо большое за это, в общем-то, хорошо мне знакома и дорогую даже тему, но тут много можно, в общем-то говоря, предложить упочнений. Но, прежде всего, интересна судьба самого этого термина инклюзивизм. Действительно, его ввел Пауль Хаккер. Действительно, он считал, что это специфическая форма индийского религиозного сознания. Но, в настоящее время, этот термин отнюдь не является раритетным, он раскручен. Раскручен он благодаря Джону Хику, теоретику плюралистической теологии, так называемой. А именно, он считал, что есть три эпохи духовной жизни человечества, эпоха эксклюзивизма. Это, начиная с Вселенских соборов до Второго Ватиканского собора. Причем, тут чистые двойные стандарты, будто бы нигде, кроме христианства, этого эксклюзивизма не было. Как его можно понять? Но, это, в общем-то, говоря, ни об исламе он не говорит, ни тем более об индуизме, где тут было полностью все в порядке в этом отношении. Вы рассказывали анекдоты про христиан, я вам могу рассказать рассказы о Будаянии, выдающийся индийский философ, который принял самое активное участие, так сказать, в изгнании буддизма из Индии в 11 веке, где говорится о том, как он вначале одного он убил буддиста, потом другого, и он счел, что Вишну недостаточно его отблагодарил за это дело, и он очень трогательно, он ему сказал, что не я ли, речь идет о его доказательстве к существованию Бога, не твое ли, не от меня ли зависело твое существование, когда буддисты на него покушались. Вот, вторая ступень это инклюзивизм, это идеология Второго Ватиканского Собора, вот, причем туда в центре внимания находится знаменитая концепция анонимного христианства, и, наконец, с ним начинается третья эпоха, эпоха плюрализма, в этом отношении он не напоминает Иохима Флотского, и поэтому, в общем-то, действительно о том, что Хакер является автором данной концепции, об этом, в общем-то, совсем забыт, некоторые из последователей Хик, а это популярнейшая фигура, об этом действительно не упоминают. Второй момент, не знаю, я хорошо читал Хакер, он действительно один из самых великих эндологов 20 века, и действительно его вклад в исследование истории Адвайта Веданта он полосален, но то, что инклюзивизм для него какая-то стратегия дискуссии, этого я у него не вычислил, для него инклюзивизм, что и есть на самом деле, это чисто миссионерская стратегия. Основной пример, пример, который он приводит, это Тавиджа Сута из Дикханикаи, где Будда входит в одно из селений, где благочестивые брахманы, вот, он постепенно, это чисто миссионерская стратегия, он вначале он их вынуждает выразить это зачарование в своих учителях, а после завершается это тем, что на самом-то деле вы это мы, а просто вы этого до конца не понимаете, так что три веты на самом деле это четыре благородные истины, а просто ваши учителя исказили истинное вообще содержание вашей же религии, которая раскрывается в нашей религии. Что касается полемики с хакером, да, действительно, тут заслуга Аберхаммера очень большая, что он издал небольшой сборничек, и вы знаете еще большая там статья по-моему Веслера, это гамбуртский эндолог, я в свое время у него стажировался, основная претензия к хакеру заключалась в том, что хакер считал это исключительно, так сказать, индийской формой религиозного мышления, это, конечно, совершенно не так, то, что вы приводите в связи с деяниями апостолов, это правильная аналогия, это совершенно правильная аналогия, единственное, я не согласен, что это исключительный случай, ничего подобного, хакер об этом писал, он здесь обращался к греческому термину хорезис, вот это вот использование, и в общем, если мы возьмем александрийскую школу, богословие, ну да, они в общем-то говорили о том, что Бог дал два пути людям, иудеям через откровения, эллинам через философов, это у Климента Александрийского, на это оба пути, они идут, в общем-то, говорят, к одной цели, а тема, конечно, она захватывающая, спасибо. Ну, может быть, да, я изначально как-то высказался не очень точно, про инклюзивизм, спасибо за замечание, вот, я себе отметил, по поводу его термина на русском языке, да, то есть, понятно, что, ну, при определенном количестве прочитанных книг, большим по религиоведнию, чем прочитал я, наверное, встречаться термин станет значительно чаще. Я нашла этот сборник, ага, он небольшой, он небольшой. фаса Оберхаммера, то есть, вот, как бы он есть у нас. Да, да, от его. Мы продолжим. Да, это правильно. Вот, но на русском языке действительно я вот встречал, как правило, вот, просто если в гугл вбить, да, понятно, что многое напечатано и не оцифровано, вот, как раз несколько текстов Владимира Кирилловича и вот вестминстерский словарь и что-то еще. Вот, ну, наверное, да, конечно, это именно специфика русского языка, если я сказал, что этот термин вообще не распространен, то да, я не прав. Он распространен в среде в большей степени вот как раз эндологов, чем, скажем так, европейских философов. То есть, это понятно, что этот термин знаком, но речь идет о, как бы, популярности. Нет, нет, он широко распространен среди католических теологов. Здесь есть конкурирующее определение, они, они тоже считают после Джона Хитта, что вот это вот, это именно есть их, так сказать, аутентичная форма религиозного сознания, они очень много об этом пишут. Я здесь скорее тоже с Владимиром Кирилловичем соглашусь, это, наверное, вопрос больше не языка, а скорее мировоззрения, менталитета. То есть, в принципе, в каких-то, в какой-то среде и на русском языке этот термин можно достаточно часто встретить, но так как в целом, да, в России концепция инклюзивизма не является сейчас основной и популярной, да, потому что православная церковь здесь на других позициях стоит, то, естественно, это такая информация, ну, может быть, для широких кругов незнакомая, так скажем. Ну, да, здесь сложно, я помню, я тоже как-то вот смотрела, да, интернет, какие-то там источники, и не только вот как бы, и практически нигде не встречается на русском языке, не встречается только в каких-то специальных исследованиях, статьях, которые вот в большей степени связаны с Индией. Вот, да, еще пару слов хотел сказать, а вот что касается приведенного мной примера с апостолом Павлом, да, конечно, Александрийскую школу никто не отменял, и я имел в виду другое, я имел в виду, что конкретно вот тот метод видение проповеди, да, который у апостола Павла, ну, в принципе, где-то в Новом Завете мы вряд ли бы и могли бы что-то подобное вновь встретить, вот, но с одной стороны, если мы говорим именно про отношения к греческой культуре, то, конечно, с одной стороны есть такое отношение, да, есть там Александрия, Климент Александрийский, да, но с другой стороны есть и в каком-то смысле, наверное, более нынче в широких массах популярная, да, точка зрения, условно говоря, епифания кипрского при всем его статусе, да, как богослова, его панарионок, да, с аптечки против ересей, да, где там прямо ересь, там, эллинская, не там, такая-то, 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 и, в общем, такое общее неприятие греческой предшествующей культуры. Вот, ну, конечно, есть и то, и другое, мне просто показалось, вот, ну, я увидел некую связь прямую вот в этом сюжете в одеяниях, и мне кажется, сам сюжет все-таки в целом, если говорить о житиях святых, понятно, что это не на 100% исторический памятник, далеко не на 100%, мне кажется, это вот подобный сюжет, например, в житиях святых мы не найдем, или трудно будет найти. Мне кажется, в этом смысле это, ну, как бы, то, что для крестьянского сознания не очень характерно. Хотя, опять же, жесткие рамки, жесткие рамки где-то проводит хакер, вот, я пытался репрезентировать его позицию, но себя с ним не отразисляю. шива-санту-шасанту-shta, саргадир-хетуришвара, 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 шива-санту-шасанту-shta, саргадир-хетуришвара, саргадир-хетуришвара, Субтитры создавал DimaTorzok